Экологическая обстановка в регионе по-прежнему находится на повестке дня. Как известно, Актюбинская область входит в число наиболее загрязненных по всей стране. Работа по защите и сохранению окружающей среды, хотя и ведется систематически, но пока что ситуация остается быть плачевной. И сегодня главный эколог региона рассказал о проводимых мерах по улучшению обстановки. Еще в прошлом году была разработана специальная дорожная карта, направленная на улучшение экологической обстановки по Актюбинской области. В ней были утверждены мероприятия по сокращению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу. Для подавления неприятных запахов на канализационных насосных станциях использовались специальные препараты. Однако из-за нехватки средств данная работа оказалась непродуктивной. Тем не менее, работы в этом направлении продолжаются, рассказал главный эколог области. В январе-феврале текущего года подготовлено техническое задание по приобретению основных технологических устройств, начатое исследование металлоконструкции газоочистных систем плавленных цехов. Начатое работа в соответствии с проектом утилизации осадка сточных комплексов очистных сооружений в городах ТВ, общая стоимость которого составляет 826,3 миллиона тенге. Дорожная карта включает план управления и бытовыми отходами. В прошлом году приобретены 680 контейнеров, оборудованы площадки для установки 61 контейнера. А в текущем году планируется установить порядка тысячи мусорных ящиков. По созданию пунктов сбора перерабатывающих материалов в городах, районах крупных северных пунктов по городу Ахтеве открыто 6 пунктов. На 757 земельных участках, где были установлены незаконно размещенные отходы, на сегодня ликвидированы и легализированы 625 земельных участков. В прошлом году начато строительство полигонов ТАБО в районных центрах Мартук, Хобда, Караутгальда. Строительство завершится в текущем году. В ближайшие годы планируется строительство полигонов в районных центрах Уилл, Эрдез и Атекаби. Что касается озеленения, в прошлом году в населенных пунктах области создан зеленый пояс общей площадью 404 гектаров. Промышленными предприятиями в зонах санитарной охраны высажено около 7 тысяч деревьев и кустарников. В 2021 году лесохозяйственными учреждениями на 1086 гектаров земель лесного фонда будет высажено 2 млн 59 тысяч санитарных. На 200 гектаров территории населенных пунктов 420 тысяч и 31 600 санитарных деревьев будут высажены в населенных пунктах. Кроме того, будет предпринят ряд мер в области защиты водных и земельных ресурсов. В настоящее время рассматривается вопрос выделения средств на поэтапный ремонт плотин.